Главный вопрос, который стоял в повестке дня у депутатов, касался открытия сразу нескольких детских садов, построенных и отремонтированных в округе в этом году. Вот детский сад во втором микрорайоне Зеленого Бора. Он должен открыться через месяц. На сегодня здесь завершены все строительные работы. Оборудование стоит уже, подключено, сигнализация, кухонное оборудование. Есть там определенные недостатки, недостатки, средства, потому что по оборудованию не все есть. Мы здесь занимаемся, вместе мы определимся, сейчас уточняем, на столе у меня лежит. К запуску садика мы все приобретем сделать. Следующий вопрос, который сегодня предстоит решить управлению образованием, но уже комиссионно, подчеркивает Анна Лихачева, это комплектование детского комбината на 270 мест. На комиссии будем рассматривать комплектование этого детского садика на следующей неделе. Они обозначают дату намеренно, чтобы дополнительно же отташли вызывать. Путевки мы будем выдавать, то есть объявление о выдаче путевок мы сделаем через телевидение бегущей строкой и на нашем сайте покажем. Поэтому на сегодня плевки никакие не выдаются. И тот срок, который обозначен Александр Владимирович в начале ноября, это самый лучший вариант. Еще один детский сад, который также был построен в этом году, но уже в южной части, в микрорайоне Центральный. Он работает уже полгода, но вызывает много опасений, прежде всего по соблюдению температурного режима. То, что мы котельную готовили и с другим контролем совершенно, мы наконец-то сейчас можем сказать, что у нас есть температурный график, да, и имеем влияние на регулировку все-таки режима, думаю, что мы это отстроим по объектам. Да, у нас по микрорайону Центральный именно из отопления сейчас есть проблемы. Детское дошкольное учреждение по улице Победы также работает. Дети посещают его в то время, когда взрослые заняты оформлением лицензии. На сегодня же в общей очереди на получение путевки стоят более двух тысяч малышей. Среди них более двухсот – это дети в возрасте от трех до семи лет. Таким образом, после открытия детского комбината во втором микрорайоне Зеленого Бора, проблема устройства детей в детские сады будет решена. А вот что касается перспективы, то она относится к селу Полдневая. Здесь также в ближайшее время должен быть построен детский сад. Все представители, кто был, сказали, что это невозможно, занимайтесь этим. Мы вынуждены были объявить конкурс. Поступила жалоба ФАС из одного организации, кто заявился, из-за чего был заблокирован сайт. ФАС просрочил выписку предписания нам на несколько недель. И мы вынуждены переделать сейчас конкурсную документацию, с ФАС отрибулировать отношения, объявить конкурс, сначала изменить график проведения конкурса и объявить конкурс по-моему. На данный момент в этом селе проживает 31 ребенок дошкольного возраста. Еще 16 посещают детские сады южной части города. Для тех, кто до сегодняшнего дня не получил путевки в сад, при школе будут организованы группы кратковременного пребывания. Три раза в неделю дети будут изучать, то есть они будут рисовать, лепить, изучать, то есть заниматься, с ними будут педагоги, квалифицированные. Таким образом, мы с ними не понапряженность, родители написали заявление, то, что они хотят такие группы. И до сегодня мы фактически это проверим. Вот с первого числа мы уже запустили фактически вот это. Относительно же долгосрочных планов, то следующим этапом при реализации президентских программ станет строительство школ в Волевском городском округе. Ксения Волденкова, Константин Миронов. Новости нашего города.